Сюда редко кто приезжает за кубками и медалями. Для большинства участников фестиваль – уникальная возможность отвлечься от повседневной суеты с экзаменами, работой и домашними проблемами. Однажды, окунувшись в атмосферу фестиваля, редко кто способен устоять перед соблазном вернуться сюда вновь. Фестиваль замечательный. Впервые я сюда приехала как слушатель школы туристской подготовки. Ну и, собственно говоря, я тут как командира раскрылась. Собрала команду в первый раз, все это почувствовала на себе. И вот теперь нам понравилось. Правда, состав у нас постоянно меняется, но команда живет. Вот уже третий раз. На самом деле здесь такая атмосфера, которая в течение трех дней, ты не минута покоя. Мы сегодня поспали, вот я лично поспал сегодня до с половиной часа всего лишь. Потому что в час отбоя, но тебе нужно подготовить и статью, нужно выбрать фотографии, нужно с командой поговорить. Я как капитан, это для меня очень важно. То есть на этапы распределить как-то. И вот эта вот движуха, вот эта вот постоянно активная активность, она на самом деле затягивает. Нужно отдать должное и организаторам. Накопленный опыт, а этот фестиваль стал уже 23-м по счету, и нестандартный подход к наполнению программы мероприятия помогает каждый год удивлять участников. Туристы – это не только те, кто ходит походы, кто любит горы, путешествия. Это и те, кто романтики в душе, кто любит творчество, кто могут себя проявить в различных видах. Поэтому для такой категории был задуман данный фестиваль. И надо сказать, что на протяжении всех этих 12 лет он пользуется очень большой популярностью. К нам приезжают команды из других регионов, из Брянской области. И результаты команды год от ухода растут. Сама программа фестиваля постоянно совершенствуется. В этом году организаторы сделали упор на спортивную составляющую. В программу возвращены спортивное ориентирование и командные эстафеты. Серьезно модернизирован и усложнен веревочный городок. Я пошел. Мне очень нравится. Я и думаю, что будет так. Мне просто все рассказывали. И я ни капельки не пожалела, что приехала. Я в восторге. Особенно от городка. Соревнования еще идут, а участники уже вовсю обсуждают планы на будущее. А это значит, что ровно через полгода под облаками снова будет многолюдно, шумно и весело. Дмитрий Кузнецов, Александр Егоров. События. Дядьковский район.